В три раза сократить выбросы в Волгу к 2024 году – масштабный проект, участие в котором принимают практически все регионы, расположенные на берегах Великой реки. Для этого одна только Ульяновская область получила 5 миллиардов рублей. Экономический эффект должен вернуть затраты сторицей. Не меньший эффект ждут и от другой инициативы. В ближайшие четыре года 97% жителей региона должны получить качественную питьевую воду. Оздоровление реки Волга, чистая вода. И сегодня мы в полной мере, получив федеральное финансирование, строим очистные сооружения на Ульяновске, проектируем и имеем уже готовые проекты на ряд объектов по левобережной и правобережной части города Ульяновска по очистным сооружениям. Меньше тратить, больше получать. Возможно ли такое без ущерба для окружающей среды? Вполне. Если речь идет об альтернативной энергетике и переходу региональной экономики к работе на возобновляемых природных ресурсах. Министерство объявило конкурс на лучшие проекты в сфере розничной реализации электроэнергии возобновляемых источников на территории региона. Это 24,5 мегаватта мощности. И 16 числа мы будем подводить итоги этого конкурса. Сегодня мы имеем ряд заявок уже на участие. При этом полностью отказаться от проверенных источников энергии регион не планирует. Газ, как голубое топливо в квартирах и домах, сегодня самый надежный союзик человека. За один только 2019-й в Ульяновской области построено 59 газораспределительных систем. Газом обеспечено 3000 человек. Многие люди боятся компьютера и не доверяют ему. Но на дворе 21 век, всеобщая цифровизация. Почти все сферы деятельности сейчас стали умными. Умный дом, умный микрорайон, даже умный город. Мы в 2019 году впервые освободили первую насосную станцию повесительную от персонала, которая на сегодняшний день работает полностью в автоматизированном режиме и управляется с диспетчерского пульта. Были опасения относительно работы в таком режиме, но отопительный сезон показал, что никаких замечаний нет. От больших проектов к локальным историям. Дворы, скверы и парки – это тоже МинЖКХ. В 2020-м здесь планируют благоустроить более сотни дворов и создать в регионе не менее 18 общественных пространств. Павел Петриков, Бахтияр Салтанов, репортер 73.